Привет дорогие мои, рубрика видео ответ. Следующий вопрос на или что мне делать, мне не нравится мое тело. Есть очень хорошая методика, которая называется 4 тела. Любой вопрос, на который вы хотите получить ответ относительно себя, можно проработать на 4 уровнях. Это физический уровень, творческий уровень, душевный уровень и ментальный уровень. То есть это работа с 4 телами на уровне тела, эмоций, мыслей и души. Если вам не нравится ваше тело, то нужно начать, конечно же, с первого уровня физического. Сделайте какие-то моменты физические, которые вам могли бы помочь принимать, любить и одобрять свое тело. Пробежка вокруг дома, если не позволяет здоровье, это может быть просто ходьба или быстрый шаг, или просто больше движения, ведь движение это жизнь. На втором уровне, эмоциональном, мы можем заниматься творчеством, плюс прорабатывать свои эмоции и чувства. Это тоже помогает при любом раскладе событий. Это помогает в случае, если мы не можем принимать себя, ведь непринятие своего тела – это также непринятие своей души, потому что тело – это храм нашей души. Когда мы не принимаем тело, мы не принимаем себя как данность. Дальше – ментальный уровень. На ментальном уровне мы прорабатываем наши установки, наши мысли и нашу речь, то, о чем мы говорим. Ментальный уровень – это четвертый план для проработки. И самый мой любимый план – это духовный. Тут уже мы работаем энергетически, у нас уже сотрудничество трех тел и духовного уровня. И когда на уровне души мы понимаем, что принятие пришло, тогда проработка получает свое завершение, потому что самый главный уровень нашей жизни – это, конечно же, духовный. Все мы здесь что-то делаем для того, чтобы получить гармонию души. А вообще в совокупности хорошо получить бы гармонию души, разума и тела. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Вам необходимо принять, одобрить, простить и полюбить себя. Найдите всяческие способы, ведь на вашу внутреннюю готовность придут различные внешние возможности. Пробуйте, у вас обязательно получится. Желаю вам успехов, любви к себе и гармонии души, разума и тела.